Субтитры делал DimaTorzok Она будет убеждать государство не делать самоубийственных шагов Эта возможность диалога, она становилась все тоньше, тоньше, тоньше И сейчас она исчезла 15 лет за фейк в интернете Ты понимаешь, с какой волной агрессии ты столкнешься после этого интервью? Я знаю, что я не предатель Я точно знаю, что я не предатель Я очень люблю свою родину Так, поскольку я на ближайшие два часа буду не твоей подругой, все-таки попробую быть журналистом? Нет, я постараюсь Ты можешь в любой момент сказать, что не хочешь отвечать Ты можешь прервать разговоры, отдохнуть и так далее Потому что я предполагаю, что это все будет эмоционально для всех непросто Мы с тобой собирались весной записывать интервью, но никто не мог предположить, что мы будем записывать его в таких обстоятельствах Прежде всего, наверное, нужно сказать, где мы Мы с тобой в Латвии сейчас В Риге Точный адрес нужен? Нет Почему? Потому что я не смогу называть чужое горе, чужую боль, чужую трагедию Гуманитарную катастрофу Чем-то, отчего-то освобождающим Я не смогу называть войну Какими-то другими словами Я боюсь возвращаться Я понимаю, что я Чтобы не потерять совесть И себя Чтобы в ней вернуться в Россию У меня два выхода сейчас Это перестать говорить о том, что это война И что это трагедия Я не знаю, как Не обращать внимания на то, что я вижу собственными глазами И получаю от своих украинских друзей Информацию о том, что там происходит Врать себе Врать всему миру Жить не по правде Это в лучшем случае, если не заставят Черное назвать белым То есть уйти в такое вот Абсолютное безразличие ко всему Попросить прощения За то, что я Не поддержала Начало военной операции Ну и дальше по списку Как поиграть По тем правилам игры Которые мне будут диктовать Это единственный способ Мне вернуться в Россию Чтобы не сесть в тюрьму Ты это точно знаешь Что такое сегодня точно знать, Катя? И я не знаю Решение о том, что ты Уедешь из России В какой момент ты его приняла? Ты его приняла прямо 24 февраля? Я была не в России Я была в отпуске Когда началась война Я, честно говоря, не очень хорошо помню Все свои мысли в этот момент Сначала я поняла Что я Где-то пережду То есть какие-то были такие вспышки просто Потом меня немножко напугали Информации о том, что Было уже подписано письмо Вот это письмо 13 человек Первое письмо Это там, где твоя подпись тоже стоит? Да А После этого мне Дали понять, что Возвращаться нежелательно Ты можешь говорить Кто тебе дал понять? Нет, конечно Я не буду подставлять Это не официальные структуры Тебе дали понять? Нет У меня с официальными структурами Хотела сказать Нет никаких контактов Да, нет, есть Но Даже Понимаешь, сегодня такая ситуация Что Даже те люди, которые дают гарантии Как бы вот Возвращайтесь У вас есть гарантии Что вас не тронут Я не верю Я не верю Потому что Президент моей страны Обещал мне И всему миру Что войны не будет Это все было очень Постепенно, мучительно У меня У меня такое свойство здоровья Что когда случается Очень стрессовая ситуация У меня Болит спина На такой степени Что я практически от боли Не могу ходить И Как бы эти вопросы Которые надо было решать Параллельно Там Найти врача Найти возможность Восстановиться Все это было Вот в каком-то Этом внутреннем решении Что делать Что делать Надо принимать решение И самое Тяжелое было И это именно Принятие этого решения И мне очень стыдно Говорить сейчас Самое тяжелое Что-то по отношению К себе Зная Что происходит На Украине То есть все Что для меня Самое тяжелое Это не то тяжелое Что происходит там Трое детей у тебя А ты понимала Принимая это решение Что Ты забираешь их с собой Что они тоже Лишаются По крайней мере На какое-то время Родины Да Это был разговор Ну С младшей Может быть Не было Такого подробного И не надо Со старшими Да Они тебя поддержали Через какое-то время Да Какие были Аргументы У тебя Ну Мои аргументы Были Что Чтобы нам Там выжить Для этого Я И вы все Должны будете Научиться врать Молчать Проходить Мимо чужого горя Не обращать на него Внимания Делать вид Что вы его не видите Уже не говоря Вообще Просто о будущих Перспективах Дальнейшей жизни Очень сложно Говорить Потому что Я говорю сейчас Об этом Да И я думаю О тех людях Которые Там остались И там живут И приняли решение Остаться И Я очень не хочу Сгущать краски И свою Свою личную оценку Как-то сейчас Перевешивать на другим Потому что Ну Плохо И больно Всем Прежде Было много разных Событий Сложных И в том числе Ты говорила О том Что Если бы в 2012 году Мне сказали Что он Путин Сделает эту войну Не пошла бы голосовать В 2012 году Я не стала бы записывать ролик Речь шла о войне В Донбассе И ты говорила Что если бы мне сказали Что будет война на Донбассе И будут погибать люди Дети Мирное население То ты бы Не стала поддерживать Ничего Да Но прежде все равно И война в Донбассе И события вокруг Украины 2014 года И присоединение Крыма Не были той крайней точкой В которой ты принимал решение Решение какое? Решение об отъезде Нет Что тебя удерживало? Я надеялась На здравый смысл Я надеялась Что Конструктивная работа Теория малых дел Она будет убеждать Государство Не делать Самоубийственных шагов Это были компромиссы С собой Или это была попытка Действительно конструктивной работы В том числе и ради фонда? Это были и компромиссы И попытка Конструктивной работы Все вместе Мне сейчас Очень странно На себя смотреть Ту После всего того Что я знаю сегодня Мне очень странно Как я могла Ну первый раз Понять вообще В какой действительности Я живу Только когда Я попала на суд Пусси рает Когда ты понимаешь Что все не совсем так Как ты сам себе Выстроил в голове Что Не совсем так Что справедливость Торжествует А несправедливость Наказана Это Ну Моя наивность Страшнейшая Вот А дальше А дальше был Крым Там по крайней мере Ну Можно было Не подписывать Это письмо Да это было Тоже страшно Не подписывать Письмо И тоже было понятно Что там За этим что-то Последует Но этого было Достаточно На тот момент Чтобы остаться Человеком Который может Смотреть на себя В зеркало Ну вот А дальше все это Стало потом Собираться Собираться Какое-то Все меняться Кирилл Серебренников Дело Кирилла И все это Погружение В то что Ты понимаешь Что Это возможность Диалога Конституционного Конструктивного Языка Она становилась Все тоньше 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 И сейчас Она исчезла Если раньше Там было Не знаю Там темное Полотно С вкраплением Каких-то Белых Пятен На которые Можно было С одного пятна Перепрыгивать На другое Пятно Сейчас Этого нет Слушай Я хочу вернуться К тем временам Когда Ты была Просто актрисой И вообще Не интересовалась Политикой Ты помнишь Это время? Сейчас я пытаюсь Просто я снималась В фильме Время танцора На третьем курсе Института И Я не знаю Вот это Называется Интересоваться Политикой Или нет Когда Это кино Если ты помнишь Про то Что нельзя Сделать свое Счастье На несчастье Других Вот если Это не называется Политикой Или уже Называется Это называется Политикой Потому что Я как раз Сережа Варухин Присылал Показывал Огромное количество Видео Этих вот Военных Операций Про то Как Наши мальчики Совершенно Не понимающие Куда их посылают Зачем И там Одно видео Когда Командир Собирает Свой взвод Из которого Осталось Сколько-то Человек Из Какого-то Большого Количества Человек И Я не знаю Всех этих Иерархий Могу ошибиться И неправильно Сказать Ну в общем Начальник Тех Оставшихся Людей Живых Отдает честь И говорит Что Взвод В количестве Семи человек И командир Начинает Плакать Убирает У него Это Обнимает Наверное Это уже была Политика Я думаю Я вообще не понимаю Что такое Интересоваться Политикой Или нет Вот серьезно Как бы Серьезно Задуматься О том Что это все рядом Прям совсем рядом Рядом с тобой Наверное Это вот Когда я пришла На суд Пуссирайт Казалось Что это Ну какой-то Какой-то случайный случай Какое-то Недоразумение Потому что Храм Потому что Ну то есть Еще только Это Причинно-следственная связь Она вообще была Не восстановлена Просто многие Артисты Сейчас Художники Даже Преподаватели Они говорят Нет-нет Послушайте Я вне политики Я занимаюсь Своей профессией Я буду петь Я буду выступать Потому что Это нужно людям Либо Это Невежество Либо это Из чувства Самосохранения Либо это Из страха У каждого Есть Какое-то Своё спасение Своя правда Люди, которые Не чувствуют Возможности Как бы Менять Эту ситуацию Другим путем Значит Они будут Помогать тем Что Они будут Играть Концерты И Как бы Они будут Так поддерживать Других людей Есть несколько Важных Последствий Твоего решения Первое Это Фонд Подари жизнь В котором Ты учредитель Я хочу Чтобы все Понимали Да Я останусь Учредителем Фонд Продолжает Работать В фонде Потрясающая Команда Людей Которая Делает Супер Профессионально С С С разворотом К человеку Всегда Но при этом Супер Профессионально Свою работу И пока Есть возможность Помогать Фонд будет Помогать И я буду Помогать Тоже Как могу Я очень Прошу Не бросать Фонд Подари Жизнь Не перекидывать Отношение Ко мне Если оно У вас Появится На работу Фонда И я хочу Чтобы все Понимали Что это Мое личное Решение Это Мое личное Персональное Решение Фонд Подари Жизнь Честная Профессиональная Неравнодушная Мощная Организация С чудесными Работающими Людями Внутри Советовала Если ты с фондом Когда ты принимала Решение С руководством Фонда С врачами Которые входят В экспертный Совет Фонда По поводу Моего личного Решения Я конечно Не советовалась Я просто Объясняла И предупреждала Что это так Потому что Сегодня такое время Тебе никто не может Дать совет Ну вот как бы Тот совет Который Может Быть каким-то там Объяснением И гарантом Такого нет Я это Я это вижу По своим Очень Очень Большим друзьям Которые находятся В такой же Растерянности А некоторые В панике Как и Все думающие люди Поэтому я Просто Думала Как обезопасить Фонд Как сделать так Чтобы фонд Не пострадал Потому что Дети Которые Сегодня болеют Раком Они не виноваты В геополитических Играх Они должны Вылечиться Выздороветь Вырасти И они дальше Сами будут делать Какой-то свой выбор Пока выбор Сделан за них Взрослыми Если я правильно Понимаю То Экономические Санкции Которые последовали За введением В войск Украину Фактически Сводят на нет Возможность Лечить Сопровождать И реабилитировать Дети Которые болеют Раком В России Сегодня Нет Не фактически Сводят на нет Да Качество помощи И Количество Этой помощи Эффективность Этой помощи Конечно же Она пострадает А в каком моменте? Во всех От 50 до 90 процентов Лекарств Расходного материала Оборудования Это все импортное Но Я очень надеюсь Что Фармкомпании Будут С нами И не прекратят Поставки Лекарств Это значит Что У нас будет Возможность Их закупать И привозить Просто Сильно дороже Но Сейчас Такое время Какого-то Мне кажется Мегагомонизма Это единственный Способ Выстоять Выжить И не сломаться Это помощь другим Прости Наверное Это очень Наивно Но Вот Эта вот Круговая Порука Взаимной Помощи Она необходима Я считаю Сейчас Жизненно Необходима Да Давай Сразу Объясним Как люди Ситуации С ней Не могут Ни через Пейпал Ни через Эпл Ни через Гугл Если у них Оборвались Или отключились Подписки По причине Этих Технических Всех Сбоев Как люди Могут Продолжать Жертвовать Есть какие-то Вот сейчас Механизмы На сегодня Можно переводить На сайт То есть Внутри Карты Действуют Через Через Сайт Наличные Ну конечно Наличные Сберкасс Да Вот мы И вернулись К сберкассе Вот мы И вернулись В ситуации Когда девальвируется Рубль С одной стороны С другой стороны Растут цены На лекарства И вообще Не очень понятно Так как эти лекарства Физически доставлять В Россию Наверное Это понятно Это понятно К счастью Да У нас был Как бы Главный наш сотрудник Посредник Компании Дичел Она ушла Но Сейчас Вроде бы Уже достигнута Договоренности С другой компанией Да Путь будет кривой Но Это по крайней мере Понятно Вопрос У этого вопроса Есть решение Потом у нас Есть сестринские фонды В Лондоне Gift of Life И в Америке Подари Life Которые тоже С тех программ Допустим Подари Life Была программа Обучения врачей Да Сейчас Наверное Будет какое-то Переформатирование На закупку Необходимых Лекарств Есть какой-то Прогноз у тебя О Сможет ли фонд Сохранить Количество детей Которые вам помогают Или Их придется сокращать Пока На сегодняшний день То количество детей Которые у нас есть Сможет Дальше Будет видно Ты говорила С врачами Какие у них настроения Клиника Центра Димы Рогачева Ради которой Столько всего Было труда Сил Репутации Положено Это одна из лучших Клиник в Восточной Европе Там лечат По самым Современным методикам Лучшими препаратами Это сделали врачи Которые сейчас Там работают То есть мы увидели Перемены На Отрезке Одного поколения Среди людей Чьим мнением И отношением Ты дорожишь Какую реакцию Вызвало Твое решение О невозвращении В России В меня И мы Меня поняли Никто тебе не говорил Что ты сошла с ума Что ты делаешь Возвращайся Да, говорили Мне просто кажется Мнения, понимаешь Это разные Есть мнения О людей Очень для меня важных Очень близких Но тех Кто еще не понял Что все изменилось Тех, кто еще Может быть Из чувства сохранения Живут в парадигме Старых Устоев Поэтому Я как-то Очень быстро В течение Первых Может быть Четырех Пяти дней Поняла Что Слушать надо Только собственное Сердце Ну то есть Сейчас я За все Отвечая за все Свои поступки Я Одна Сама Принимаю решение Я могу Слушать Советы Но Окончательное Окончательное Решение Я должна Спросить У своей совести И у своего Сердца По крайней мере Нескольких Людей Из числа Тех Кто в самом Топе И кто принимают Решения Ты видела Лично И не один раз И Путина Ты видела И министров Ты видела И Пескова Ты видела Сейчас Когда ты их Видишь В заявлениях Или там В выступлениях Ты видишь В них какие-то Перемены Ты вообще Можешь себе Представить Что они переживают Ты актриса Ты можешь Хотя бы Считать Катюш Ты чего У меня времени Не хватает Ни на что Я не смотрю На них сейчас Ну как бы Сейчас Послушай Случился Главный Главный Обман Президент Страны Обещал Сказал Как получается Обманул Как бы Что мне Мне сейчас Мне нет времени Сейчас смотреть И оправдывать С актерской точки зрения Что они там Чувствуют Или переживают Я видела Черное лицо Набиулиной На встрече Ну вот это Я отметила Пожалуй Единственное Сейчас Конечно Я Я сама В положении Непонятно Каком А в каком Ты кстати Положении Потому что Ну вот Многим людям Из России В том числе Видится И об этом Например Говорила Матвиенко Что вот Вы сбегаете У вас там Капиталы Дома Дачи Дворцы Что у тебя Сейчас есть И чем Ты занимаешься Самое главное Что у меня Сейчас есть Это люди Это друзья И неравнодушные Люди Вокруг Это вот Это самая Главная Ценность Которая у меня Сейчас есть Из Осязаемых Материальных Вещей Я построила Дом У меня есть Дом То есть У меня есть Стены Но чтобы Содержать Эти стены И как Их Содержать Я пока Не придумала Сейчас В данной Ситуации Когда я Без работы И без Каких бы то ни было Перспектив В будущем И этот дом Не в Юрмуле И не в Риге Этот дом Стоит В деревне И даже Чтобы добраться До этого дома Мне нужна Была помощь Других людей Потому что Денег Чтобы арендовать Машину Как я это делала У меня не было Я очень благодарна Каждому человеку Который Мне помогает Я могу тебя спросить Вот сколько у тебя Есть денег Не в смысле До рубля посчитать А в смысле В перспективе Сколько у тебя Есть денег Чтобы смочь Жить без работы Три-четыре месяца Где-то Максимум Ну и опять-таки Катюш По сравнению С тем Что происходит Там Это блин Всего лишь Деньги Ну Да Нужно об этом Думать Конечно Но это всего лишь Это то Что можно решить А там Сейчас люди В ситуации Которые Они не в состоянии Решить И это правда Вопрос жизни И смерти Людей Которые уехали И люди Которые выступают Сейчас против войны Их обвиняют Помимо того Что в предательстве Понятно Их еще обвиняют В непатриотизме Ты патриот Своей страны Очень Что значит Быть патриотом Любить Родину Что ты любишь В Родине Прежде всего Людей Которые Фантастические Уникальные Глядя на то Как развивалась Благотворительность В России Какими темпами И сколько Она В себя Вписывала Вмонтировала Потрясающих Людей Это Невероятное Сокровище Которое Есть У России Люди И Наука Культура Врачи Которых Я очень люблю И которые Мои Авторитеты И близкие Друзья А место Театр Театр У тебя Только в прошлом году Прекрасная премьера Горбачева В январе Премьера Мастера и Маргариты Мне снится Каждую ночь Спектакль Мне снится Каждую ночь Что я готовлюсь К спектаклю Но В эту же секунду Я получаю Какое-нибудь сообщение Что Девочка В Мариуполе Умерла Безбоживания Шестилетняя И мои Переживания По поводу того Что я Лишена Любимого Своего дела Они Отходят На второй план Ты с Мироновым Обсуждала Что будет За спектаклями Я Я Я не нашла В себе смелости Ему позвонить Я написала письмо Я очень люблю Женю И Спектакли идут То есть там Будет просто Другая артистка Да И как только Будет возможность Вернуться Я вернусь Что должно Случиться Чтоб ты вернулась Прекратится война И Страна Повернуться На 180 градусов В сторону Слобод Столько Сколько Мы сегодня Тратим На Оборудование Хотела сказать Как это называется Из чего стреляют На оборону Все это должно Уйти на образование И медицину У тебя здесь есть Предложение о работе Нет Ни за границей Ни откуда Ну они такие Очень какие-то Размытые Конкретных Предложений нет А эмоционально Ты вообще можешь Сейчас выйти на сцену Тебе было бы легче Не смотря Какой Ну смотря Какая тема Спектакля Смотря О чем Комедию Нет Не в состоянии Что я не припомню Тебе Я живу вот здесь Очень многие люди Которые уехали Они В том числе Официально Говорят Что они в отпуске На каникулах На лечении Там неважно Почему тебе важно Это проговорить Ну потому что Ну как бы глубинно Это очень все страшно Все очень страшно Давайте интервью Страшно Хорошо что я тебе даю Если бы Вместо тебя сидел Другой человек Я бы наверное Просто Сейчас бы Потряслась Как я там Обычно трясусь Это все страшно Потому что Дома остались Заложники Ну в моей ситуации Да Я очень за них боюсь Это очень страшно Но потом я думаю Я ничего не сделала Плохого Подождите Ничего Я просто говорю О том Что я не хочу войны Я хочу мира Я не хочу Я не хочу Участвовать в этом Поэтому Ничего Как бы Нету Состава преступления Его нету В чем моя В чем моя вина Почему я вдруг Начинаю смотреть на себя С их точки зрения Почему Я ни в чем не виновата А в какой момент Кроме того Что я подставила Театр и друзей Ну это был Ну как бы Это Почему подставила Ну что спектакли Что Отменены спектакли Есть аргумент Который Используют Люди Которые поддерживают Спецоперацию И они ее называют Спецоперацией О том Что России Угрожали Что была угроза Которую Вот Превентивно Остановили Да Я этот аргумент Как бы Обхожу Со всех сторон И пытаюсь Его осмыслить И логически Я не вижу Ни одного Объяснения По многим пунктам Для того Чтобы Как бы Захватить нас И все наши ресурсы И богатства И стереть Земли Россию Как говорится В принципе Можно было Вообще Не вводить Ничего Просто Сделать то Что сделано Сейчас Ввести санкции Ввести санкции Заблокировать Все счета Все эти деньги Которые еще Заблокированы Они остались В условном Западном мире Ну то есть Можно было Это сделать Намного Экономически И политически Хитрее Чем Тупо Вводить И тоже Не понимаю Почему именно Украинскими Людьми Бойска Это Я не понимаю Я просто Ну как бы Моя Мне Я прошу У меня есть Между прочим Близкие люди Ну раньше Они были близкими Я прошу Можете мне Объяснить Спокойно Ну вот Мне нужно Так Чтобы вот Началось Вот Вот у меня Есть формула Я ее Должна Доказать Помогите Мне Доказать Эту формулу Объясните Мне Ну вот На пальцах С чего Почему Это Как мне Объяснить Моей Логикой Чтобы я Это могла Понять Пока Не удалось Никому То есть Это Ну как бы Все равно Все остается В форме Они могли бы Бы Это сделать Ну так и могли бы Кто угодно У России Не один сосед Не только Украина У России Много соседей Кто угодно Мог это сделать Есть у тебя Вот это вот Мучение По того Что Я всегда была С моим народом Там где мой народ К несчастью был Что народ Твой там Люди твои там Друзья твои там И А ты не там Ой да Это очень тяжело Вот эти вот Качели совести Это очень тяжело Но Это опять-таки Взгляд С какой-то Другой стороны Послушай Я Люблю Михаила Сергеевича Горбачева Который С моей юностью Мне объяснил Что мир открыт И Свобода Передвижения Это была Одна из первых Свобод Которую он подарил И то, что я Физически Не там Не говорит о том Что я не там Я там Я Очень люблю Я очень переживаю Своих друзей Которые там остались И пытаюсь И пытаюсь им Помочь Поплыть Что-то Посоветовать Решить Помощь там Дети К сожалению Продолжают болеть И некоторые Просьбы о помощи Приходят Как Это достаточно Привычно Потому что Мой телефон По-моему Есть уже у всех Мне Мне на телефон И Я пытаюсь Сделать все возможное Чтобы помочь им Быстрее Как можно Быстрее Эффективнее Я не там Физически Но я там Я очень Не хочу Как бы Не хочу делать Выбор Между Родиной И Неродиной Потому что Для меня То что делает Сегодня Власть Это делают Они И Ставить перед выбором Людей Выберите Кроме Кроме Власти Там есть еще Огромное количество Потрясающих Людей Тоже Неплохих Людей Но заблуждающихся Если мы Начнем Вешать Ярлыки Друг к другу Сейчас Со всех сторон То путь В никуда Это тупиковый Путь Сейчас И руководители Благотворительных Фондов И руководители Театров И многие другие Люди От которых Зависят Другие люди И дела Которым они Посвятили Всю свою жизнь Они очевидно Столкнутся С Тестом На лояльность Когда нужно Будет Или промолчать Что Приравнивается Скорее К поддержке Да Или Поддержать Публично Как ты думаешь Как ребята Будут Это люди Которых Мы с тобой Знаем Любим И уважаем Как они Будут Проходить Это испытание Тяжело Очень тяжело Им будет Очень тяжело Ты с ними На связи И ты их Не винишь И не будешь Винить ни в чем Нет 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 Я не могу Требовать Это решение Которое я Сделала Требовала От меня Каких-то Это было Очень страшное Очень тяжелое Решение Очень тяжелое Самое страшное Решение В моей жизни Может быть Из-за того Что я просто Была подготовлена Глубоко Напичкана Всей великой Русской Литературой И проходила Последний Спектакль Мастера Маргарита Все, что было Возможно Я все Обчитала Вокруг этого Но это Очень тяжелое Решение И то, что Нету Как бы Все заложники Это Сплошное Горе Со всех сторон Горе там Горе здесь Когда ты Приняла решение Тебе стало легче? Да 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 Мне не стало Менее страшно То есть Фактически На самом деле Мы наблюдаем Такое Ну Крушение Своей Стратегии Жизненной Стратегия В чем? А стратегия В том Что Там Никто не был Во власти Но Ты создала Фонд Который Без малого 20 лет Вокруг себя Консолидировало Гражданское В том числе Общество И лучших Врачей И Волонтеров И помогал Мамам И детям Вне Всякой Скидки Или коррекции На их На их Политические Взгляды Самые Разные Были Мамы И дети Фонд Подарежим Был один Из первых В России Вокруг Него Стали Расти И рядом С ним Стали Расти Другие Фонды И Наверное Оказалось Что Вот эта Вот жизнь Которую Люди Сами Организовывают Она Должна И власти В том числе Показать Что Можно Наносить Добро Какими-то Ненасильственными Методами Что Люди Могут Самоорганизовываться Что Люди Могут Приносить Пользу Что Их Не Нужно Заставлять Выстраивать Какими-то Буквами Они Могут Сами Не Работает Ну Потому Что Ну Я Не Могла Представить Что Сила Страны Она Лишь В том Чтобы У нее Была Территория А Не В том Чтобы Люди На территории Которые Уже Есть Жили Счастливо В достатке То есть Понять Что Разное Ощущение Силы Твоей Родины Она Не В том Что Это Качество Жизни Людей А В том Что Это Количество Территории Я Этого Не Понимала До Даже Не до Крыма И Тамбаса До 24 Февраля Мне Казалось Что Все Таки Мы Вместе Пытаемся Сделать Так Чтобы Сила Страны Была В качестве Жизни И Представить Себе Что Она Не В качестве А В количестве Территорий Я Не Могла До До Вот Этих дней Сегодняшних Ты Понимаешь С какой Волной Агрессии Ты Столкнешься После Этого Интервью Я Я Знаю Что Я Не Предатель Я Точно Знаю Что Я Не Предатель Я Очень Люблю Свою Родину Я Ее Люблю Я Не Предатель Я Я Я Никому Не Сделала Ничего Плохого В этой Жизни Сознательно А если Делала Бессознательно То Всегда Извинялась Когда Понимала Что Обидела Человека Или Ранила Неосознанно Значит Это Так Ну Да Что Каждый Человек Вот Сейчас Может Сделать Что Вообще Может Произойти К чему Мы Можем Поспособств Если У нас Была До Этого Теория Малых Дел То Сейчас Теория Микроскопических Дел Любая Поддержка Друг Друг Выслушать Помочь Советам Просто Успокоить Это Очень Важно Каждому Просто Сохранить Все Все Человеческие Связи Ни В коем Случа Не Обижаться Друг На Друг Не Конфликтовать Все Считают Что Любой конфликт И любая Агрессия Энергетически Прости Что Я заговорила Такими Категориями Ты знаешь Это на меня Вообще Не похоже Я никогда До этого Но Почему Видя Чувствия Что Происходит В мире Я Уверена Что Каждый Наш Маленький Срыв Маленькая Агрессия Недовольство Оно Улетает Туда И Множит Мрак И Сейчас И так Этот баланс Очень хрупкий Между светом И мраком Поэтому Я считаю Что Не надо Давать Этому Мраку Условному Где-то Еще Подпитываться Нашей Вот этой Отрицательной Энергией Нужно Сейчас Множить Свет Свет Как бы Это Как это Возможно Так Сознанием Сказать себе Что я Если мне хочется Обидеться Я вспоминаю Что Сейчас Моя обида Она Уйдет туда И прям к нему К этому Черному облаку Прости Я понимаю Что я говорю Как это Но я почему-то В этом Вот как-то Я не знаю Каким-то Ну во-первых Во-первых Я стала Семилетней девочкой Вот в эту секунду Вот 24 февраля Я вдруг поняла Что мне 7 лет Я совершенно Ничего Не знаю Что я Какой-то Потерянный Совершенно Потерянный Ребенок В панике Пропитанный Страхом Градация Этого страха Она была Сначала От того Что треслись руки Я не могла Попасть В Телефоне Ничего Набрать Даже имена Потом я не могла Засунуть В ключ Зажигания Потому что У меня Не попадал В ключ Зажигания И вот это Видимо Маленькая Девочка Семилетняя Видит Это облако Темное Черное И понимает Что Любая Злость Агрессия Даже если Вы сталкиваетесь С категорически Каким-то Бредовым Мнением Дайте Этому Человеку Право На это Мнение Ну Не множите Агрессию Как бы Агрессии Вы ничего Не решите Решить Может Только Решать Могут Только Люди Которые Сейчас Ответственны За то Что Произошло Когда У меня Заболела Спина Я первый Раз Пришла К доктору И Меня Трясло Как На Электрическом Стуле Я Когда Уходила Он мне Сказал И Надо Улыбаться Надо Несмотря Ни на Что Улыбаться Я Попробовала Улыбнуться И У меня Получилась Какая-то Страшная Гримаса Просто Ну Как бы Улыбки Она Ниоткуда Она Не рождалась Вот А потом Я вспомнила Прекрасный Какой-то На каком-то Одном Из тренингов Где-то Ты Закрываешь Глаза И И Рисуешь Эту Улыбку На Лбу Не Здесь Не Губами Не Мышцами Просто На Лбу И Как-то Губы Как-то Подтягиваются Множить Свет Затопить Все Светом Залить Затопить Все Светом Сейчас Такое Еще Время Когда Ты Все Время Про Каких-то Своих Друзей Которых Нет Вживых Все Время Думаешь Хорошо Что Он Дожил Хорошо Что Он Не Дожил Хорошо Что Не Увидел Я Знаешь Как Я их Ставлю Рядом С собой Вообще Я могу Такой Лайфхак Когда Первые Дни Я Просто То есть Я была Пропитана Страхом Я Внутренне Сделала себе Такое Кольцо Марина Цветаева Бродский Мандельштам Пастернак Булгаков Анна Ахматова Всех Своих Любимых Поэтов Я Вот Так Выставила Прям таким Кольцом Вокруг Себя И мне Это Очень Помогло Не знаю Я почему-то Когда Выяснилось Что Вот Знак Ви На Войсках Это В чем Сила В правде Это Не имеет К подрову Никакого Отношения Моя Любимая Сила В правде Это Ганди Это Как Балабанов Просто В то В то Время Это Использовал Сила В правде Это Ганди Это Ненасильственная Политика Что Когда Он Объявил Они Объявили Этот Целеной Бунт Что Можно Ненасильственным Методом Ненасильственным Методом Когда За тобой Стоит Правда Ненасильственным Методом Решить Вопрос Оттуда Пошла Сила В правде Так что Не надо Сережа 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 Точно Не был бы В эту сторону Мое Одно из самых Сложных Переживаний Это чувство Вины Что мы Соглашались На какие-то Вещи Я могу тебе Объяснить Как я это Да прости Я тебе перебила Скажи Ты все знаешь Скажи Это успокаивает Как ты говоришь Когда ты говоришь Этот аргумент Он должен сегодня Прозвучать В любом случае Когда там В 12-м году Ты приняла участие В предвыборной Компании Путина И ты говорила Слова в ролике В его поддержку Ты благодарила Его за клинику Это было конечно Непростое решение Не то что я там Прям хотела Постучалась к ним И сказала Запишите меня в ролике Я вас поблагодарю Но благодарность Была искренняя Безусловно Да И эта искренняя Благодарность Была тоже Одним из кирпичиков Поддержки Путина Да В итоге Да конечно Ты чувствуешь Своё соучастие Назовём это так Фактически Да Безусловно Конечно Я чувствую Своё соучастие Но я апеллировала К К К К Адекватному Человеку У каждого Да Из нас Мы равняем Людей по себе В какой-то степени Он поступает Так же И сейчас Я оправдаю Почему он так Поступает Вот я Этой своей Логикой Могу Оправдать Поступки Другого человека Но своей Логикой И конечно Представить о том Что там Совершенно Другая Логика Да Совершенно Другая Было Невозможно Поэтому Те умные Люди Кто видел Там Зачатки Вот того Что произойдёт Сегодня А Ну конечно Они в итоге Правы А что Можно было С этим Сделать Тогда Мы были бы Как бы В той же Позиции Что А он Может Когда-то Это Сделать Ну Так же Не работает То есть Мы переходим На логику Которую Они используют Сегодня Когда Украина Могла бы На нас Напасть То есть К 12 Году Тебе Про Путина Не было Понятно То Что Понятно В 2022 Нет 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 Могу тебе Сказать Мне 23 Февраля Не было Понятно Я была Уверена Что Войны Не будет Как ты детям Объяснила Что происходит Вообще Не в смысле Вашего Возвращения А в смысле Войны Так как Сама Это вижу Что Произошла Катастрофа Геополитическая Катастрофа Ты знаешь Ты сейчас Со мной Разговариваешь Как с Каким-то Экономистом Политологом Мне как с мамой А я Да Я вот Хотела сказать Я исключительно Абсолютно Просто Частный Случай Весь Собранный На сегодняшний день Из Ощущений Интуитивных Каких-то Интуитивного Принятия Решений И В этом Моем мире Война Это плохо Мы не можем Я их так Воспитывала Что Все можно Решить Любовью Доверием Взаимоуважением Уважением К чужой Точке зрения А Война Это плохо Смерть Это плохо Страдания Лишения Это плохо Почему Посвящено Большее Количество Твоего Времени Кроме Того Что Ты Абсолютно Растерянность Ну Как-то Хоть Какое Вот Улаживание Жизни Здесь Параллельно Я занимаюсь Теми Просьбами О помощи Которые Я получаю И пытаюсь Как-то Передать Кому-то Кто сможет Их Решить А у меня Вообще Нет Времени На Детей Я Не успеваю Это Очень Плохо Но Это Ситуация Что Ты Должен Надеть На Себя Маску Самолете На Первого Вот Сейчас Я Надеваю Маску На Себя Чтобы Потом Чтобы Потом Помочь Им Очень Много Бытовых Вопросов Которые Надо Решить Которые Так как Я не Планировала Этого Ничего Их Нужно Сейчас Решать Все Ну Жизнь Изменилась В Один День И опять Таки Мне очень Стыдно Сидеть И рыдать И страдать Как у меня Изменила Жизнь Это все Страшно Да В обстоятельстве Что происходит Сейчас Там Мне стыдно Об этом Говорить Люди В России Которые Поддерживают Спецоперацию Они Знаешь Мне иногда Есть ощущение Что это Происходит Из чувства Самосохранения Потому что Если Если Ты Действительно Веришь В то Что Там Война И Твоя Страна Ее Начала Можно Сойти С ума И проще Себя Как-то Ну Чуть-чуть Успокоить У кого-то Безусловно Так А у кого-то Безусловно Просто Невежество Внутреннее Незнание И они Правда Правда Уверены Что Когда Говорят Спецоперации И обещают Точечные удары По военным Объектам Что это Так и Вообще Может быть В действительности Так не может Быть В действительности Потому что Эту спецоперацию Делают люди Это человеческий фактор И ошибки Неизбежны А сейчас Уже И не только Ошибки А какая-то Планомерная Выверенная Ну то есть Для меня В первый день Когда это Когда я услышала Я же давно Связана с войной Я дружила С Сережей Говорухиным Это мой Был очень близкий Друг И В тему Войны Сначала Чеченская Компания Потом Татяшкистан Я была Очень Мы с ним Даже из-за этого Пастория Я вела Вечера памяти Погибшим Российским Солдатом В Чечне И Это было Каждый год И каждый год Я читала Эти списки Со сцены Еле-еле Читала их Читала А потом Сказала Сережа Ты можешь Мне объяснить Зачем Все это Я не понимаю Зачем Все это Мы как бы Это была Какая-то такая Вот Надо их Поддержать Я говорю Но их надо же Поддержать Не только тем Что мы Читаем списки И собираем Наверное Надо Как-то Остановить войну Наверное Это самое главное Вот И что-то Он сказал Что это не в нашей Компетенции Там никто Ничего не понимает И в какой-то момент Я поняла Что я больше не могу Ну что Мое участие В чтении Этих списков Это какое-то Косвенное Участие В В этой войне И больше Я не Не вела Эти вечера И для меня Было сразу Очевидно Что никакой Никакой Точечной Войны Мега Супер Точной Где не пострадает Ни один Невинный Человек Не бывает Просто Не было И не может Быть в истории Что в любом случае Невинные люди Будут Погибать Сейчас Скорее всего Уже начинается Сейчас Твои коллеги Артисты В том числе Ректоры Двухсот Вузов Страны И еще Другие люди И в том числе Из НКО Которые пишут Письма В поддержку Как ты будешь С ними общаться? Абсолютно Нормально Спокойно Если я смогу Этим общением Общаться Просто так Конечно Это не причина Но если я смогу Кому-то помочь Ну что ты можешь Сделать Если Человека не научили Читать в детстве Анализировать Думать Что ты можешь Сделать Кто-то Из-за страха Все-таки Таких Подонков Ну таких Циничных Отъявленных Меньшинство В какой момент Вот это вот Наша точка зрения И их точка зрения В какой момент Вот это стало Настолько Расколотым Не знаю А я даже не знаю Что у них за точка зрения Ты говоришь Что я не хочу смотреть На себя С их точки зрения А Вот кто эти они Почему мы Почему есть мы Есть они Ну послушай У меня как бы Большой опыт Уже прохождения Травли Да И этот Дом в Латвии Он каждый раз Всплывает Как бы Как самый веский Аргумент Всплывал уже Много раз Последний раз По-моему Это было В конце лета Или осенью ранней Опять Соловьев Там что-то Значит Опять Дом в Латвии Как будто Это какая-то Неизвестная информация И Вот это обвинение В предательстве Если ты не уехал И если ты не поддерживаешь Это ты предатель Я понимаю Я понимаю Что их точка Ну как бы Это же их точка зрения Которая должна Экстраполироваться На общество Да Может быть Они так и не думают Может быть Они там Все понимают Но им надо Обществу что-то Объяснить Им нужно Людям Объяснить Как так Произошло Они же не могут Сказать Простите Мы начали войну Поэтому Она не может Вернуться Поэтому она уехала Так же Они не могут Сказать Поэтому им нужно Дать людям Какую-то теорию Какой-то миф Миф Очень простой Миф Который будет Бить Самый Самый Как бы Вот этот Самый нерв Предатель Родины Враг народа Я не знаю Что там было Что у нас Сидит в подкорке Может ли Сейчас Молчание Или лояльность Ребят Из НКО Сохранить Их фонды И сохранить Возможность Помогать Послушай 15 лет За фейк В интернете Если ты хочешь Продолжать Помогать Дальше А не сидеть 15 лет Мне очень сложно Давать советы Я не спрашиваю Я не спрашиваю совета Я скорее Спрашиваю Мнение Я именно потому Что поняла Что я не смогу Сделать этот выбор А боюсь туда Боюсь возвращаться Домой Это очень тяжелый выбор Ты лучше Ты лучше сейчас стала Понимать всех Своих любимых героев Которыми ты себя Окружила Цветаева Пастернака Ахматова Я вам так благодарна Вот Марине Ивановне Я прям благодарна Так как я Ну очень Любила читать Именно ее дневники Ее дневниковую прозу И она мне очень Помогала тогда Потому что Когда ты читаешь Через что Проходили Иммигранты Этой белой волны Как они с этим Справлялись Как они брали Себя в руки То есть Нам даны Все инструкции То есть Ты иммигрант Вот этой белой волны И ты себе Хорошо представляешь Как там Макропсы были Где она жила Макропсы Макропсы В Чехии Да Я просто Я вместе с ней Проходила этот путь И плакала Потому что Мне ее было Очень жалко Ее как бы Было в ужасе Как же так Как же раньше Это вообще было Возможно Как же так Наша гордость Нашей культурой Наши сокровища И она прошла Такой трагический путь Но Сейчас у меня Есть инструкция Осип Мандельштам Просто Стихотворение Ни одна из этих Инструкций Не по выживанию Очень по выживанию Потому что Выживание духа Приводит к выживанию Тела Очень по выживанию Какое стихотворение У меня на плечи Кидается век Волкодав Я просто его Я просто его Читаю по кругу И я прям чувствую Как у меня Достоинство Мое Поднимается Мне на плечи Мне на плечи Кидается век Волкодав Но не волк Я по крови своей Запихай меня Лучше Как шапку В рукав Жаркой шубы Сибирских степей Чтоб не видеть Ни труса Ни хлипкой грезцы Ни кровавых Костей В колесе Чтоб сияли Всю ночь Голубые песцы Мне в своей Первобытной красе Отведи меня В ночь Где течет Енисей И сосна До звезды Достает Потому что Не волк я По крови своей И меня Только равный Убьет С такими стихами Умирают Видишь А мне Это наоборот Дает сил Твои идеалы Потерпели крушение? Нет Нет Я сейчас вижу Как мои идеалы Которые Есть у других людей Помогают мне Не сойти с ума И Помогают Мне лично Как бы Те идеалы На которые 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 я верю Ну Не знаю Может быть потому что Я столько видела Смерти Рядом Детской Может быть потому что Ну как бы Вот эта Вещественная Осязаемая Жизнь Богатство Квартиры Вот это все Это все Конечно неплохо Но это Совершеннейшая Не ценность Ценность Это только Люди вокруг Вот это Богатство Настоящее Это Подлинная Олигархия Ты веришь в жизнь После смерти Да Да Я верю в жизнь После смерти Конечно Какая она Не знаю Ну что там Не знаю Не знаю Это вот Рай, ад, наказание Я не знаю Ничего Я этого не знаю Но то что Человеческая Душа То что Это как бы Ну как Цветаева Живет после смерти Рядом Вот садится Встает передо мной Берет меня за руку И ведет меня Говорит Ты что это Не можешь попасть Ключом В зажигание В машине Чем ты сейчас Здесь занимаешься Вот эти там Две-три недели А во-первых Я пытаюсь Помогать Меня это спасает Кому ты помогаешь Я помогаю Я так люблю Структурированную помощь Как ты знаешь Да Пока у меня нет Такой возможности Поэтому я просто Помогаю Всем от кого Получаю Запросы О помощи Стараюсь конечно Как-то проверять И верифицировать Это люди Которые сюда приезжают Это дети Которые болеют раком Или это беженцы Кто это Какие категории Давай вообще Давай посмотрим На эту Геополитическую Гуманитарную Катастрофу Которая сейчас Происходит Это беженцы Из Украины Это Люди Которые Не могут Вернуться в Россию Не знаю Как нас назвать Невозвращенцы Невозвращенцы Это Молодые люди Которые Не хотят Убивать Поэтому Вынуждены Были бежать Не хотят Идти на войну Потому что Был Прошел слух О всеобщей Мобилизации Некоторые Едут С родителями У некоторых Уже появились Семьи Маленькие дети То есть Это какой-то Со всех сторон Много Горя И слез Ты физическим Помогаешь Ты телефонами Помогаешь Советами Чем Что ты делаешь Контактами Советами Соединением Информации Где Что Есть Кто Можем ли Мы Ты Может быть Ты со своей Известностью Или кто-то еще Из Твоих Знакомых Артистов Люди Короче С именами Которые известны Весь мир Можете ли вы Сделать что-то Для Создания Гуманитарных Коридоров Украины Насколько я понимаю Что это Самая главная Проблема На сегодняшний день Это Самая главная Проблема Это Самая главная Проблема И мы Всеми силами Пытаемся ее Решить Но пока Безуспешно А как вы Пытаетесь Решить Вы это Кто Для начала Ты не можешь Говорить А почему Вы не можете Решить Потому что Россия Говорит Что Это Украинцы Нарушают Куманитарные Коридоры А Украина Говорит Что это Россия Нарушает Куманитарные Коридоры Сейчас Конечно Самое Важное Это Остановить Войну Это Просто Ну Если Так Прям Не Получается Остановить Войну Нужно Бросить Все силы Для того Чтобы Сделать Куманитарные Коридоры Никакой Внятной Информации Ни у кого Нет Это Какой-то Просто Замкнутый Круг Я такого Не помню Вообще Я сама Меня Вывозили Из Таджикистана Когда была Четырехдневная Война Сталибами Там Меня Вывозили Так Это Ты была На съемках Фильма Мой лунный папа Да И Красный Крест Швейцарцы Прислали Красный Крест Потому что У нас там Был один Гражданин Швейцарии В съемочной Группе И мы все туда набились Голландцы Сербы Там была Очень интернациональная Группа Вот Швейцарец Благодаря которому У нас появился Шанс Въехать Несколько Российских Граждан И Мои друзья Сережа Говорухин И Сережа Кушнерев Каким-то Невероятным Образом Сделали Нам Коридор На Ровно На это Время Пока Мы не Доехали До Границ Таджикистана Узбекистан Сейчас Это сделать Невозможно И я Не понимаю Почему Не понимаю Я не понимаю Почему И я не понимаю Кто может Повлиять На это Но это Самое важное Что нужно Сделать Важная Штука Которую Мне кажется Надо Про нее Поговорить То Что сейчас Происходит В отношениях России И остального Мира И называется Там Санкциями Оно Как ни странно Больнее всего И тяжелее всего Бьет По Людям В России Вне зависимости От их взглядов Убеждений Страха войны Или ее поддержки Это от Ухода Макдональдса До Невозможности Воспользоваться Какими-то Своими Сбережениями От Закрытия Старбакса Зары Уникло Неважно Кого До Невозможности Купить Лекарства Как ты считаешь Я понимаю Это политический вопрос Но тем не менее Я тебя спрашиваю Как по-человечески Мне кажется Что Западный мир Вообще не понимает Ну Кому он сейчас Делает больно Не понимает Не понимает Но это Понимаешь Это Это Следующий этап Вот первый этап Всех Турбулентность У планеты Турбулентность У всего человечества Турбулентность В Украине Она Одного порядка В России Другого порядка В других странах Которые принимают Беженцев Она Еще одного порядка Так или иначе Весь мир Находится В турбулентности В этом состоянии Принять Правильное решение Сложно Риски Принятия Неправильных Решений Очень велики Но сейчас Говорить о том Как бы Вот говорить Именно в диалоге Пока идет Война на Украине Пока там Гибнут люди Физически гибнут О том Что давайте Пересмотрим Пересмотрим Ваши санкции Чтобы они Не навредили Людям в России Мне кажется Практически невозможно Нужно Ну как бы Нас не услышат Как бы мы ни говорили То есть когда Я вот не могу Придумать Никакого варианта Чтобы сейчас Сказать Подумайте о людях Человек забыт Как всегда В таких Геополитических Забыт человек Он выкинут Как человек Он выкинут Из этого Расклад Я Я Как сначала Надо остановить Войну А потом Чтобы быть Услышанными Да Конечно Нелепых Каких-то Решений Очень много Решений Которые Никак не Задевают Людей Которые За это Несут Ответственность А задевают Людей Ни в чем Невноватых И даже Тех Кто Как бы Выступал Против На На Кого ты Надеешься В плане Остановки Войны Или Хотя бы Приостановлении Острой фазы На Владимира Владимировича Путин На Президента Российской Федерации Что он Что Поймет Что Это было Ошибочное Решение Да Да Он поймет Что это Кровь И боль И смерти И слезы Должны быть Остановлены Это же будет означать Фактическое признание Неправоты В этом Есть сила Для меня Сильный человек Тот человек Который Может признать Что он Неправ И мог Ошибиться В этом Будет Сила Много Говорили В России О том Что Вот в эти Дни Сейчас В Европе В том числе В Латвии Большие Антирусские Настроения Ты почувствовала Это на себе Наверняка Где-то Где-то есть Наверняка Сумасшедших Ну не сумасшедших Ну как Слушай Сейчас все Испуганы Сейчас все Ткни И Ты сразу попадешь В нервное окончание Сейчас все В таком состоянии И Всем плохо И Европейцы И латыши Тоже очень боятся Как бы слишком Близка Граница Поэтому Конечно Люди Так Легко Срываются На агрессию И на какие-то Такие проявления Но Я не могу сказать Что вот эти срывы Такие бытовые Какие-то срывы Которые Я Замечала Что это потому Что там есть Какой-то глубинный Разбор Какой-то там Какой-то глубинной Ненависти В принципе Хотя Латвия Конечно Уже успела Пострадать От Советского Союза И в Сталинские Времена Вот Но я не вижу Я вижу Я вижу Поддержку Я благодарна Каждому Человеку Латышу Я благодарна Всем своим Друзьям Европейским Да Когда еще Никто не знал Где я Из них Которые просто Звонили С славой Поддержки Любви Выбери пожалуйста Милосердие Или справедливость Нет Моя любимая Нет Нет Ты знаешь Ты знаешь Я Давай В зависимости От ситуации Когда-то Милосердие Когда-то Справедливость Каждый Каждый человек Уникален У него У каждого Своя Уникальная Ситуация И где-то Выбрать Милосердие Где-то Выбрать Справедливость Единого Ответа Нет Свобода Или стабильность То же самое По всем Я знаю Я смотрю Твои программы И правда Безопасность Тоже Да У нас для тебя Есть специальный вопрос Родина Или истина Ах Я не могу на него ответить, Кать, потому что получается, что я их противопоставляю. Для меня Родина – это не люди, которые послали на смерть других. Для меня внутри Родины тоже есть истина. И я знаю такую Родину, таких людей, которые там живут, которые переплетены с этой истиной. Они и есть истина. И им сейчас будет очень тяжело. Где мы с тобой встретимся через год? Давай в Москве. Давай. Ну, загадай. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok